Здарова! Сегодня я покажу вам очень классный эффектный фокус с картами, который называется Акаан, это одна его вариация будет. Потом обучу вас флоришу, вообще расскажу как это все соединилось, авторский флориш, который называется Орион, кстати. Ну и, блин, у меня сегодня очень хрипит горло, но я надеюсь, это вам не помешает обучиться этому фокусу и флоришу. Итак, погнали! Как же этот фокус вообще выглядит? Показываем зрителю обыкновенную колоду, просим его сказать в любом месте стоп, например здесь. И у нас есть картишка, которая называется Трипик. Мы берем его куда-нибудь в центр, засовываем и теперь попросим зрителя сказать абсолютно любое число, которое он захочет. Ну вот, вообще прям говорит он, например, хочу там, хочу, например, пусть будет 13. Окей, что мы делаем? Мы берем его таким вот крутым способом, это все перетасовываем. Раз, два, три и отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцатая карта, карта зрителя. То есть, таким образом, вы, это супер крутая вообще схема фокуса окан, когда вы верхнюю карту засовываете на определенную позицию. Но, как вообще это все получилось? После того, как я этот флориш придумал, мне стало интересно, а где же у нас верхняя карта допропадает? Может, это вообще ложная будет тасовочка получаться, как флориш? Ну, оказалось так, что посмотрите, как это все происходит. Раз, два, три и потом мы накрываем нашу верхнюю карту определенным количеством карт. Я так подумал, а если взять это все соединить вместе и получится так, что мы возьмем и накроем, например, одну карту зрителя еще нужным количеством, чтобы получилась эта карта на определенной позиции. Так и получилось. Получился этот же эффект. Есть, как бы, этот эффект только в другом исполнении, там по-другому это все нужно будет перетасовывать. Но, как по мне, с таким вот флоришем, с кардистри, это будет намного эффектнее. Итак, давайте-ка начинать. Сейчас я вас обучу этому флоришу, потом, конечно же, думаю, вы поймете, как делается сам фокус. Итак, погнали. Чтобы сделать данный флориш, вам необходимо, во-первых, это сделать вот такое движение. Раз, два, три. Вы берете, здесь у нас большой пальчик, здесь у нас указательный. Раз, отсчитали, и теперь средним пальчиком еще отсчитали. Одна стопочка у вас на указательном пальце держится. Здесь, еще раз повторяю, все на большом. После чего вы берете и вот эту вот часть перехватываете в левую руку. Получается вообще как? Раз, раз. То есть вы берете и вот так вот среднюю стопочку средним пальцем уводите вправо и еще и доворачиваете правой рукой. И хватаете в левую руку средний и большой палец. Получается так. Раз. После чего вы берете, когда вы взяли в левую руку эту стопочку, и вытаскиваете ее, практически положа в руку. Но вы берете, ставите нижнюю часть этой стопочки на мизинчик. Получается у вас уже можно продолжать вот так вот, как верм флориш. И так давайте сейчас еще зафокусируемся, сделаем немножечко ярче. Вот так. И еще разочек. Раз. Два. Три. И теперь погнали. Вы берете и разворачиваете в правой руке стопочку на большом пальце, в левой руке стопочку. И указательным пальцем эту нашу верхнюю карту, которую выбрал зритель, выдвигаете вперед. Будто бы флориш верм делаете. После чего, после чего, после этого флориша, вы берете и вот эту карту одну, перехватываете большим левым пальцем. Вот этот вот. И вы его берете и вот так вот кладете сверху. После чего, после чего, вы большим пальцем берете вот эту стопочку и делаете такое движение. Просто шарликат. Раз. Два. На канале есть обучение, как вы можете найти обучиться. В правой же руке вы вот эту стопочку обберете и переворачиваете. И теперь засовываете это все сюда, вытягиваете и кладете сверху. На самом-то деле, можно с помощью данного флориша перевести верхнюю карту вниз. Это будет следующим образом выглядеть. Раз. Два. Три. И вот только вы не вот сюда кладете карту, а в самый низ. И все то же самое происходит, только вот здесь вот вам не нужно будет делать шарликат, потому что вы ее закройте. Просто там берете, например, взяли, засунули вот сюда и сверху положили. И теперь у вас будет снизу карта. Но, как бы, для фокуса Акаан вам необходима именно такая схема, когда вы кладете карту посерединке и потом делаете шарликат. Теперь еще разочек давайте пройдемся. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Перевернули немножечко вот так вот ручкой. Хоп. Перехватили стопочку. Поставили вот так вот карту, нашу стопочку, на указательный и мизинчик. И теперь раз, одну карту и сделали будто бы верм. После чего эту карту перехватили на большой палец. Она у нас сюда приземлилась. Шарликат перевернули стопочку, засунули и сверху накрыли. И теперь, я думаю, вы понимаете, как же делается данный флориш. А он делается очень просто. Фокус встраивается и получается следующим образом все происходит. Просите зрителя сказать в любом месте стоп, либо он выбирает карту. Любым способом контролируйте ее наверх. Например, взяли вот так вот ее. Это тяжелый вообще способ, но можно. И после чего, она у нас, эта карта наверху, зритель говорит любое число. Здесь вам необходимо, я как делаю, беру и вот так вот держу колоду к зрителю. И вот здесь большим пальчиком нам нужно обязательно очень много сразу отчитывать карт. Очень надо быстро научиться это все делать. То есть вы берете и начинаете вот так вот по одной, по две, по три быстренько отсчитывать, сколько вам необходимо. Но желательно для этого фокуса как бы зрителю сделать конкретные рамки. Например, от одного там до двадцати. То есть чтобы он не сказал вам там тридцать восемь и вы пять минут отсчитывали тридцать восемь карт. Нет. Вы взяли вот так вот, развернули к зрителю. То есть получается зритель будет видеть вот так колоду. И он не будет видеть то, что вы там вообще отчитываете что-то. Если вы сделаете четко руба, то он увидит, как некоторые карты отгибаются. Если же вы сделаете прямо, то он видит большой палец, как вы работаете. Поэтому нужно вот так вот под наклоном. И вы там что-то там вообще думаете, думаете. Но на самом-то деле вы таким вот образом отсчитываете определенное количество карт. Например, зритель сказал нам число тринадцать. И погнали. Вот, например, берем четыре, четыре, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, а зрителя карту мы не выбрали. Ну давайте, берем зрителя карту типа. Раз, два, три. Дама крести. Все запомнили. И теперь погнали делаем флориш. Раз, два, три. Дама крести. Вон она. Самое главное еще так зрителю не станьте, чтобы он не увидел дама крести внизу. И потом погнали. Оп, 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 оп. Ну и зритель сказал тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Карта зрителя. Вот такая вот, ребятки, тема была. Я надеюсь, это вам понравилось. Не знаю, давайте-ка, наверное, я так подумал, еще разочек пройдемся. Вдруг кто не понял, еще разочек по схеме пройдем. Но все-таки, я думаю, лайк нужно поставить, так как два крутых элемента сразу в одном. И фокус, и флориш. В общем, давайте еще разочек хорошенько пройдемся. А то я помню, мне уже, не знаю, наверное, сообщение тридцать, там, по карте стресскидывает. Вот давай, сделай еще по этому элементу видео. Лучше я несколько раз разберу в одном видео, чем потом буду еще переснимать что-то. Поэтому давайте. Кто не понял, смотрим снова. Берем, рассчитываем вот так. Вот так, давайте я подальше так сделаю. Вот так берем. Оп. Теперь поворачиваем.